МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем добрый вечер, я Андрей Малахов, и мы в прямом эфире на телеканале «Россия». Твой ребенок лежит, плачет и держит тебя за руку. Говорит, мамочка, мне очень больно, помоги мне. После того, как врачи поставили страшный диагноз, Елена Воробей спасает единственную дочь. По-другому было невозможно, нужно было делать операцию, потому что иначе уже инвалидность. 15-летнюю дочь заслуженной артистки Софию срочно госпитализировали в одной из лучших немецких клиник, где в течение 6 часов врачи боролись за ее жизнь. Это титановые шурупы, они делались индивидуально. Это очень хорошие результаты. Мы первые отправились в ближайшем рейсом в Москву-Мюнхен, чтобы проведать Софию и поздравить с долгожданной выпиской. Врача взял тебя. Что пришлось в одиночку пережить Елене Воробей и кто обвинил знаменитую Мариску в том, что она бросила дочь на произвол судьбы? Если бы они сейчас мне попались, я бы ее как-то двинула просто, вот так, сразмахивалась от всего. Сегодня Елена Воробей с дочерью Софии впервые расскажет, сколько еще потребуется времени на реабилизацию и как болезнь сблизила мать и дочь. Целый месяц Елена Воробей боролась за жизнь дочери в Мюнхене. И вернувшись в Москву, сегодня она в этой студии. Встречаем Елену. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие. Привет. Привет, Элену. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, все твои подруги, друзья и даже Регина Дубовицкая, которая помогла тебе в лечении дочери, сегодня тоже здесь. Мы должны сказать Елене Воробьевне огромное спасибо. Я знаю, что я помогла. В последние месяцы ты ничего не комментировала, не давала никаких интервью, и только фотография, которая появилась у тебя на твоей странице в Инстаграм, взорвала, конечно, все соцсети, когда ты, да, выложила вот это фото из немецкой клиники, где была София. Расскажи, что произошло. Дело в том, что у Сонечки были проблемы со спиной. Я обнаружила их сама. Мне врачи об этом ничего не сказали. Я увидела это, когда занималась ребенком уроком игры на фортепиано. И я заметила, что как-то странно расположились не ладно бы плечи, а лопатки. Одна лопатка стала выезжать. Ну вот она прям как бы... Ну явно там появилась какая-то асимметрия и нехорошая. В детскую морозовку мы обратились. Тогда впервые сделали спинок, снимок позвоночника и сказали, что у Сони очень сильный сколиоз. Тогда он выглядел получше, чем вот уже на этой картине. Но ненамного. Я даже подумала, что... Причем обратившись к доктору, замечательному ортопеду в Морозовке, я сказала, я вас очень прошу, говорю, Соня, ну кривится. Она не хочет распределять спину. Скажите, что если она будет так дальше не слушать мои советы, не делать упражнения для спины, заниматься активно спортом, плаванием в частности, что у нее могут возникнуть серьезные проблемы. И после первого же обследования, снимка, она сказала, а мне ей пугать не надо, дела обстоят именно так, как вы сказали. Она рекомендовала Сонечке носить корсет. Соня категорически отказалась, потому что, говорит, я боюсь, что надо мной будут смеяться одноклассники. И поэтому я единственное, на что ее уговорила, это носить корсет в свободное от школы время. Хотя, по идее, как раз нужно в школу надевать. Плавание мы подключили. Каких-то таких заметных ухудшений в спине я не наблюдала. Мне даже казалось, что стало немножко легче. Прошло три года, и когда Сонечка перешла в другую школу, я понимала, что заниматься физкультурой ей сложно. И я сказала, окей, давай тогда пойдем мы опять к ортопеду и возьмем освобождение от физкультуры, чтобы ты занималась лечебной оздоровительной физкультурой. ЛФК, да, если я не ошибаюсь. Мы обратились туда же, в Морозовку, попали к другому доктору. И, войдя к нему в кабинет, он так посмотрел на Соню и сказал, Елена, что вы придумываете? Ну, что вы придумываете, пугаете ребенка? Я говорю, в каком смысле? У нее нет никакой третьей стадии сколиоза. С чего вы это вообще решили? И, конечно, когда кандидат наук, врач со стажем произносит, говорит, я вам без снимка говорю, у вас максимум первая степень сколиоза. Мы счастливые ушли оттуда, правда. Сонечка стала заниматься обычной физкультурой, но прошло совсем мало времени. Буквально там месяца два-три мне позвонил ребенок, находясь на каникулах в Белоруссии. И говорит, мамочка, у меня что-то со спинкой, мне стало больно спать, мне неудобно ни сидеть, ни лежать. И, конечно же, ни медленнее дня я попросила сразу пойти в кабинет МРТ-диагностики, и кто сделает свежий снимок спины. И мы увидели, что, когда врачи увидели ее спину, они сказали, как вы могли довести ребенка до такого состояния? И единственное, что мы могли сказать, нам сказал врач, что у нас нет никаких проблем. В общем, тогда же в Белоруссии врачи сказали, что, к сожалению, с такой спиной никакой корсет вам не поможет. И я уже вынуждена была потом... А клонение было сколько? Там 30? Они не ставили в градусах, то есть диагноз не ставится на рентген-обследованиях. Но в Мюнхене врачи говорили, да, что 43 градуса отклонения позвоночника. Операция должна была быть сделана незамедлительно. Вы вылетели туда, 6 часов длилась эта операция. И вот то видео, которое ты сняла, когда София впервые пытается сесть после операции. Это первые шаги. Вот сейчас ты рассказываешь, у тебя глаза на мокром месте, а тогда ты плакала, пока дочь не видит, потому что все же привыкли видеть тебя такую улыбающуюся, счастливую. Самый сложный день был 2 мая. Потому что 2 мая как раз проводили операцию, а я с утра... То есть я 1 мая должна была быть на фестивале в Казахстане, на фестивале юмора. Хотя мне было вообще не до смеха, конечно, потому что утром следующего дня должны были делать операцию, Сонечки. И вот в эти часы я как раз вылетала, у меня было 4 самолета за сутки, чтобы я успела там выступить. У меня просто был контракт, я не могла, жесткий контракт, я не могла отменить это выступление, хотя очень хотела. Они мне показали все документы юридические. Если бы я отказалась, я бы понесла такие убытки. Мне пришлось бы продать квартиру и, возможно, еще какой-нибудь орган. Вот как ты, как мать, относишься к тем комментариям в соцсетях, когда тебя обвиняют, что ты кукушка, что ты не приехала, что ты не занимаешься дочерью? Знаете, у меня есть такой термин – ушной транзит. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Эти люди совершенно не понимают образы жизни, какая физическая, моральная нагрузка лежит на каждом из артистов, кто гастролирует, кто выходит на сцену. И что бы ни происходило в жизни, в самые тяжелые минуты, даже когда мы теряем своих самых близких людей. Но висит афиша – люди купили билеты, и как бы жестоко ни звучало. Мы должны выйти на сцену. Лен, ощущение, что вот ты сейчас как-то немного оправдываешься, не имеешь права, понимаешь, эти люди, которые пишут всю эту ерунду, они этим живут, понимаешь, они живут тем, что кому-то делают больно. Все прекрасно знают, как ты ждала этого ребенка, как ты хотела этого ребенка. И кто может вообще видеть, кукушка, не кукушка, а вы не кукушки все. Иногда бегаете за своими детьми, а из них уроды вырастают, понимаете. Как вообще можно осуждать отношения матери и ребенка? Вообще ни в какую. Ну, может быть, они хотят сказать о том, что просто недостаточно внимания со стороны, во всяком случае, то внимание, которое вы показывали, демонстрировали. Может быть, просто люди хотят как бы увидеть, они понимают, что с детьми, когда появляется на свет ребеночек, это чудо рождается, что ему требуется очень много внимания, заботы. А почему она им должна показывать-то? Она еще зарабатывает одна на этого ребенка, понимаете. У нее это тоже еще отдельная тема. Почему другие люди должны, а артисты должны все на показ. Вот у меня вот сейчас он пошел, покакал, кто сделал. Кто-то хочет показать, а кто-то и не хочет показать. Для кого-то это стиль жизни. Я люблю показывать себя с ребенком, а кто-то вообще закрывается и не показывает. Нет, но мы только знаем, что ты человек, который всегда может прийти на помощь, и роль сиделки, если мы говорим, скажем так, тебе хорошо знакома. Просто сериал «Сиделка» сейчас всю неделю, две недели вся страна смотрела. Регина Мянник сегодня, главная исполнительница сериала, сегодня тоже здесь. Когда с отцом Софией произошло то несчастье, 9 месяцев, да, кто был рядом с ним? Ты занималась в отличие от специальной семьи, да? Я приезжала в то время от времени, что могла и отделала. Ну, я была сиделкой для мамы, когда мама уходила из жизни. И вот этот месяц, это наша мюнхенская весна, как я ее называю, я была в какой-то период, только я и моя дочь. Я ее руки, я ее ноги, я ее глазки. Ты ее повар, ты сняла дом недалеко от клиники и даже лично готовила и покупала все продукты. Внимание! Я иду в магазин, у меня заказ, я варю бульончик. Нам туда, let's go. Я понимала, что семья будет приезжать, помогать, поэтому квартира была более удобна. Когда такая серьезная операция проведена, ребенок не может вставать самостоятельно, ходить самостоятельно, кушать самостоятельно. Я ее руки, ее ноги, вторая пара. Самое сложное, когда твой ребенок лежит, плачет, там первые сутки, держит тебя за руку и говорит, мамочка, мне очень больно, помоги мне. И да. Один телевизионный канал сделал такую провокационную программу, где я была выставлена как мама, которой нет времени, чтобы достаточно общаться со своим ребенком. И я думаю, если бы они сейчас не попались, я бы их двинула просто вот так с размахом от всего. Мне было так не все равно, как воспитывается Сонечка. Что у нее было два детских садика. Один для детей, у которых есть проблема, например, с сенсорикой, с общением с детьми. И второй сад был в Москве. Сразу с детского возраста она занималась плаванием. Это обращение к тем людям, которые думали, что, значит, я плохая мама, которая не уделяет внимания здоровью ребенка. Мы пришли в магазинчик. Давайте зайдем. Все взяла. Черника. Это был спецзаказ. Должно быть аппетитно, вкусно и красиво. Хорошо. Давайте познакомимся с Соней. Она сегодня здесь пришла, приехала, вернулась в Россию. И сейчас сама расскажет, что ей пришлось пережить. Ну что, как твое самочувствие? Скажи, как ты перенесла перелет? Все хорошо, мне мама помогала. И теперь ты, когда идешь в аэропорту, теперь ты звенишь, правильно? Потому что у тебя 20 шурупов и официальная бумага, что ты девочка-терминатор. Официальная бумага есть, но я не звенела. Там не работали рамки, мы теперь знаем. И на сколько сантиметров ты выросла после операции, скажи? На 3. На 3 сантиметра выше ты стала. Ну что, давайте посмотрим долгожданный день выписки. Внимание. Доброе утро. Можно посмотреть? Да, конечно. Держим. Немножко. Держим. Держим. Поверяем. Поверяем. Ну как? Нормально? Все. Немножко. Времени. Мало времени прошло просто. Да, и что? Здесь я покажу. Все хорошо. Там крови нет. Очень хорошо. Доча, крови нет, Лакулечка. Я у тебя, мама, продвинутая. Сделаем красивую тату. Теперь это очень лучше. Она лучше стоит. Это титановые шурупы. Они делались индивидуально под размеры. 20 штук. Они на сюда. Сонечка стала выше на 4,5 сантиметра. Это очень хороший результат. У нас сегодня выписано. Мы можем ехать домой? Да. Вот он, главный корпус. Главный корпус. И мы хотим сказать тебе, кубай! Здесь палаты. У каждого своя комната. У каждого свой туалет. Своя душевая кабина. Комната для верующих. Здесь есть молельная комната. Очень симпатичная. Можно поиграть на рояле. Домой, 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 мы едем домой. Дорого? Не сравнивать нищим. Квартира в Москве. Однушку. Нет, не болеете. Мама часто на гастролях. Ты живешь у дедушки. Вот этот месяц, или, как говорит мама, мюнхенская весна, он сблизил вас? Вот вы стали ближе друг к другу? Да, намного. Мама меня поддерживала. Была со мной каждый день. И семья ко мне тоже приезжала. И я очень благодарна семье и маме за то, что ко мне так... Ну, все мне очень помогали. Меня поддерживали каждый день. Мама, конечно, мы с ней очень сблизились. Мы друг к другу рассказывали какие-то истории, смотрели фильмы и стали подружками настоящими. А скажи мне, вот мы всегда видим маму смеющуюся. Сегодня вот она плачет, рассказывая про твою историю. А вообще, мама часто плачет у тебя, расскажи? Нет. У меня мама очень сильно. Я хочу сказать, можно... Давайте посмотрим первое выступление, первое появление мамы на эстраде. У нас есть эти кадры. Спасибо, Регине Игоревне. Сегодня мы увидим Лену. Внимание. Анклак, 18 лет. Назад. Назад. Клара Борисовна. Я хочу сказать, что Лена в одно и то же время и плачет, и хохочет. Вот как только Лена приехала после операции, после Мюнхена, она сказала, первое, кому я звоню, Клара Борисовна, это вам. Она рассказывала о ситуации сложившейся. Она рыдала, но это уже было другое рыдание. Это уже было радости, слезы радости. И хохотала. Я такой счастливой Лены с разными качествами ее эмоций никогда не видела. А знаю я-то о рождении Сони с самого начала. Я знаю, как родилась Соня. И проблему эту я знаю давным-давно. Хочу сказать, вот удивительная вещь. У меня был спектакль, и пришла какая-то журналистка. Пришла у меня брать интервью по поводу того, что случилось с Соней. Первый вопрос. А почему Лена поехала в Мюнхен? Разве эту операцию нельзя было сделать здесь? Я говорю, ну, наверное, Лена все просчитала. Она этим занималась. Этой проблемой Лена занимается давно. Но ведь здесь делать операцию дешевле, чем в Мюнхене. Я говорю, послушайте, Лена готовилась к этому. Значит, у нее, вероятно, была возможность эту операцию. Потом, это единственная дочь. Но как можно просчитать, рассчитывать? Она поехала туда, где она посчитала. Послушайте, такие вопросы провокационные. Понимаете, почему это волнует? Не порадоваться, что девочка. Вот мы сегодня же собрались, чтобы порадоваться, что девочка уже здесь, что все в порядке. Я вообще думала, что сейчас войдет вот нечто такое, еле опираясь на Лену. Вошла нормально, с красивой спиной. Сонечка. Мне подсказывают, что мы должны сделать короткую рекламу далее в нашей программе. Почему София сейчас живет в детском пансионате в Обнинске. А также за кулисами Дана Борисова, которая пришла поддержать Елену. Потому что Елена когда-то спасла жизнь Дане. Оставайтесь с нами. Еще раз с тем, добрый вечер. Мы в прямом эфире. Сегодня в нашей студии Елена Воробей со своей единственной дочерью, которую она чудом спасла. Твой ребенок лежит, плачет и держит тебя за руку. И говорит, мамочка, мне очень больно, помоги мне. После того, как врачи поставили страшный диагноз, Елена Воробей спасала единственную дочь. По-другому было невозможно, нужно было делать операцию, потому что иначе уже инвалидность. 15-летнюю дочь, заслуженной артистке, Софию срочно госпитализировали в одной из лучших немецких клиник, где в течение 6 часов врачи боролись за ее жизнь. Это титановые шурупы, они делались индивидуально. Это очень хороший результат. Мы отправились к ближайшим рейсам в Мюнхен, чтобы посмотреть на Софию и поздравить ее с успешной операцией. Внимание на экран. Субтитры создавал DimaTorzok Я очень-очень нужна. Долго нельзя сидеть, и долго нельзя стоять, и долго нельзя ходить. Сонечка вообще боец. Она держала до последней минуты. И только за несколько часов до операции слышала, как дрожал ее голосок. Я говорю, доченька, ты опять волнуешься? И она говорит, да, мамочка, я стараюсь, конечно, об этом не думать, но не могу, потому что я боюсь наркоза. По-другому было невозможно. Нужно было делать операцию, потому что иначе уже инвалидность. Эти часы ожидания, пока длится операция, потом выход из наркоза, как все прошло. Они же говорят по-немецки, мы общаемся через переводчика. Прочь сомнения. Все будет хорошо, только так, только с таким настроением. Последнее, то, что я помнила, это как я уже лежала в предоперационной комнате, и мне уже поступал наркоз, и все, больше, то есть никаких снов я не помнила. Значит, сказали, вот, пожалуйста, с 8 утра можете приехать. Мы приехали, а Соня в палате нет. Почему нет ребенка? И я вдруг вижу, везут к кровати. Я не вижу, кто там, но я понимаю. Мне сердце подсказало, и я бегом за этой кроватью. Лежит Сонюшка беспомощная такая, вся бледная-бледная, вся в трубочках, открывает глазки. Ты что, никак ты себя чувствуешь? Нормально. А что ты больше всего, вот почему скучала вот в то время, когда я тебе не мог в России? Мама, конечно, была со мной всегда, вот, родные ко мне приезжали на неделю, и мне уже хочется снова их увидеть. Если со мной мама и дедушка, то это такая смесь бурная. Ну, и они что-то могут просто сказать, а я уже начинаю смеяться. Как только Сонечка почувствовала себя лучше, я так рядышком подсаживаюсь и говорю, интересно, ты магнитився. Соня, ну хочу сказать, что мама не только была в трудные минуты с тобой в жизни, но и даже в трудные минуты жизни у своей соседки. Она оказалась рядом, и Дана Борисова, которая живет вместе с мамой в одном комплексе, сегодня тоже пришла на эту программу сказать ей спасибо, что ты когда-то помогла ей и поддержала ее. Встречаем Дану. Здравствуйте. Дорогая, привет. Здравствуйте. Пришла поддержать. Я когда узнала, я очень переживала. Спасибо, Анна. Спасибо. Анечка, Анечка. Анечка, ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Я рада тебя видеть. Я хочу сказать, что вот пришла поддержать Лену, как в свое время помогла она мне. Андрей, ты, Лена, вот я вот... Если бы не Лена, мы тогда бы не зашли в свою квартиру, ты понимаешь, а только она смогла нас провести в комплексе. Я понимаю, конечно, мне тяжело это вспоминать. Я была 27 апреля годовщиной этого события, я была год трезвая. Поздравьте меня, пожалуйста. Вот, и я, конечно, хочу сказать, что она трудяга, она очень добрая, самое главное. Она сама свою девочку подняла, как и я, свою Полинку. И я когда узнала об этом, конечно, очень переживала, потому что знаю, что такое единственная дочка. Спасибо. Разволновалась. Я просто вот эти все кадры, когда вспоминаю, как меня увозили, вы понимаете, какие чувства, конечно. Я была в тот момент вроде бы и трезвая, но, конечно, уже в таком состоянии, что как бы смутно помню. Мы так роли распределяли, и нужно было по ходу ориентироваться. Напоминаю, что вроде бы по одной из версий мы должны были тебе предложить участвовать в телевизионном проекте за границей. И выбрали меня и Прохора Шаляпина. Я, честно говоря, помню тебя, Прохора и Андрея. Потом мне рассказывали, что там было еще масса людей, я их вообще не помнила. Но ты сказала, я так не понимаю, вас выбрали, вы и летите. Поэтому ты как бы разговор быстро заворачивала, пытаясь нас выставить за дверь. Потому что ты не верила, ты не велась на эту историю. И тогда мы симпровизировали и сказали, по голосованию читателей у журнала, выбрали тебя. Сейчас могу рассказывать все, что угодно, но я просто вот честно говорю, если бы вы тогда не пришли, то меня, конечно, бы уже не было. Это как есть, так и говорю. Скажи мне, вот мы видим сейчас счастливую Софию с мамой. Как у тебя дела с Полинкой, расскажи. Ой, ну слава богу, все сдвинулось с мертвой точки. Хотя решения суда до сих пор нет. Суд длится уже шестой месяц. Ну, вроде бы вот эта вот дата, что я год трезвая, она на всех очень благоприятное впечатление произвела. И со стороны той семьи сейчас уже какие-то делаются шаги навстречу. Мы летим с ней вдвоем, наедине, на 10 дней на море. Ну что, я рад, что так все происходит. Ну а за кулисами папа Лены Воробей, дедушка Сати Яков Мовшевич. Встречаем ее. Ну что, внучка сказала, что когда вы с дочкой вместе, вы просто ядерная смесь. Наверное, так оно и есть. Мы шутим постоянно, шутим друг над другом, над собой, и поэтому Сонечка очень любит такой, как компашку. А решение везти Софию к Германию принимали всей семьей, или это было решение мамы? Ну, в основном было решение мамы, но она советовалась, естественно. А София живет у вас? Да. А почему с вами? Ну, мама на гастролях, переезды, а она еще-таки подросток, еще нужен контроль. Поэтому она со мной. Ну что, давайте посмотрим, как Соня живет вместе с дедушкой. Внимание. Здесь я сплю. Вот, значит, здесь делаю уроки, занимаюсь уроками, готовлю презентации всякие разные. Вы знаете, специально вот что-то устанавливать в турникете, ничего этого не нужно. Единственное, что нужно уделять внимание ограничению физических нагрузок первые три месяца после операции, не носить высокие каблуки. Это квартира родителей. И вот мой папа, когда мы вернулись в Германию, мы первым делом поехали сюда. Очень переживал, когда ей делали операцию, когда она была на операции. Это 2 мая у папы юбилей, а у Сони операция. Мое день рождения, и в этот день делают операцию. А за порядком у нас видится Сонечка, в первую очередь, у нас самый домовитый ребенок. Так, главное по порядку. Ну, сейчас, конечно, ничего она не делает по дому. Ну, просто нельзя и нет сил. Андрей, Андрей, я хочу сказать вот несколько слов вот про... Я называю его просто Яша, потому что мы много лет знакомы. Он просто удивительный человек. Я думаю, что вот то, что у них настоящая семья, вот настоящая, это во многом, если не во всем, основоположник этой семьи и этих отношений, это, конечно, Яша. И Ленка, Ленка, она, конечно, пошла в отца. Вот юмор, который есть у Лены, это, я считаю, что у Яши не меньше юмора. Честное слово. Так, снимайте его. Так, может, у вас шлак? А мы его уже и снимаем. Нет, на самом деле, и, конечно, такой семье можно позавидовать. Ленка, повезло тебе. Эбелин, ну сейчас начнут говорить, что вот мать-кукушка, дочка живет у дедушки, а она сейчас снова на гастролях, после операции нужен уход. Нет, это, естественно, начнут говорить, и я думаю, что Лена уже привыкла к этому. И главное, что она в душе понимает, что где бы она ни была, на каких гастролях, я думаю, все девочки в студии присоединятся, где бы мы ни работали, все равно мы каждую минуту думаем, как там ребенок, что он, покушал, не простудился ли там, говорят, ураган или что-то. То есть все равно мы думаем об этом. Но так получилось, что мы выбрали такую профессию, действительно, которая нас заставляет ездить на гастроли, которая иногда, как правильно сказала Лена, отрывает нас, берет нас на сцену. У меня была такая ситуация, когда у меня умерла мама, а я играю комедию. И я ничего не могу сделать, потому что, действительно, билеты проданы, и ты играешь, ты плачешь за кулисами, а на сцене ты смеешься. И это, к сожалению, так и есть. То, что не живет ребенок с мамой, ну, собственно говоря, это личное дело каждого. Я думаю, что все равно Лена все свободное время отдает, конечно же, дочке. Слава тебе, Господи, что молодец наша девочка с тоненьким шовчиком, красивая, с ровненькой спиночкой. Целуй мамочку, она тебя очень любит. Родная тетя Софии, Наталья Скрипченко, сегодня тоже здесь пришла поддержать племянницу. Давайте пригласим ее. Ну, как вы, скажите, отреагировали, когда поняли, что так все запущено. Все-таки, Лена, ладно, на гастролях, но вы-то дедушка, тетя, все рядом. Вы знаете, Сонечка выросла на моих глазах, и я наблюдала, естественно, за ее рождением, за ее взрослением, и все это было на моих глазах, поэтому для меня, естественно, шок был только в тот момент, когда врач, который делал ей МРТ, выбежала, и с ужасом просто практически готова была меня разорвать за то, что мы ничего не предпринимаем для того, чтобы Сонечка лечилась и жила в интернате для сколиозников. Говорит, такие дети живут в интернате и учатся, и едят лежа на счетах. Я была сама поражена, потому что, конечно, я не думала, что все так запущено. Вы понимаете, дело в том, что Сонечка, как многие подростки, носит стиль одежды унисекс. Все на выпуск, все широкенькое, балахонистое. Даже когда мы приехали на первичный прием в Германию, профессор, который увидел Сонечку, тоже так сказал, третий сколиоз, а зашла такая, довольно-таки стройненькая, щупленькая, ну, плечики вперед, вы же знаете, как, сходит голодочка вперед, говорит, пока не сняла одежду. Ну как, как, почему за столько времени никто не мог этого разглядеть? Все-таки третья стадия сколиоза, она ведь не сразу вот так, ух, и третья, бывает же первая, вторая, вот как у меня их, первая, вторая, да, и вот со второй нас уже куда-то посылают, есть же какие-то диспансеризации, ну, вот где-то без одежды же осматривают, ну, и вы же тоже видите, то есть я вот у своих, например, увидела просто вот, что, ну, вот в крив пошел, вот как на этом снимке, позвоночник. Каждый год школа проводит диспансеризацию, вы правильно сказали. Я ее лично сам водил каждый год. И был осмотр врач-ортопед, или это, который по позвоночникам, женщина, толковая, она говорила, у вашей Сонечки сколиоз, то есть надо делать массаж, то, что мы делали, заниматься плаванием, то, что мы делали, и каждый год мы вот это выслушивали. Если говорят нормальное, то только массаж и плавание. Массаж и плавание смотрят, массаж и плавание. Тем не менее, из первой переходи в второй, из второй в третью, и как бы... Нет, не ставили второй, третью, говорили, что все нормально, массаж и плавание, и все, они этим занимались. Сколиозик есть, сколиозик. Вы зачем идти к другому врачу, когда врач говорит, все хорошо, там, он может плавать. То есть вы выполняли все рекомендации, которые врачи? Которые нам ставили врачи, советовали, все это выполнялось. А вот что, почему вот в этой, это просто такая более социальная уже даже проблема, почему вот в этой школе для сколиозников, в которой вот училась Соня, да, почему они ограничились только осмотром? Нет, она не училась в школе. Она не училась в обычной школе. Я вам объясню, в Бресте, где мы проживали, там есть специальный интернат для детей сколиозников. Ну, интернат, это не школа, интернат. И когда дочка привела в больницу, проверили спину. Год назад, правильно? Год назад. Год назад это было. Они не думали, что мы из Москвы, они думали, что мы жители Белоруссии. И поэтому спросили, а почему она не в интернате в этом? Сейчас последние два года София учится в Обнинске, тоже в пансионате, да? В пансионате, да, мы туда перевелись не случайно. Я раскрою секрет. Сонечке я никогда не говорила, почему Сонечка там оказалась. Ну, во-первых, два года назад, к сожалению, ушла из жизни моя мама, наша мама. И гастрольный график у меня никто не отменяет, правильно? И поэтому школа, в которой Сонечка училась до Дубравушки, она просто не выдержала испытания, проверку знаний. Окончив успешно шестой класс, шестой, да, Сонечка? Я решила проверить, как моя Сонюшка, соответствуют ли ее оценки действительности. Она не смогла ответить ни на один вопрос. Ни по элементарной математике, ни по истории, что для меня вообще шок был. И нужно было срочно что-то менять. Менять тотально. Отправлять в такую школу, где, я понимала, будет... Не просто будут давать знания, но будут прививать институт коммуникабельности, общению. И я случайно узнала про школу, которая есть в Обнинске. Там дети живут 5-6 дней в неделю. Поверьте, дети из очень обеспеченных семей, из разных городов России. Есть даже из Хабаровска. Привозят туда детей, я понимаю, которые оказались так же. Уже я понимала, что мы с Соней теряем, как... Мы потеряли общение, мы потеряли доверие друг к другу. И когда мама уже была тяжело больна, и со слезами на глазах лежала и говорила, когда дочка говорила, Сонечка говорила, что вы меня не понимаете. Вы не понимаете меня. Меня понимают только те друзья, которых она завела в соцсети. Вы понимаете, что такое соцсети для подростков в 13 лет? Это такое искушение, это такие канаты мощные, которые ты не знаешь, как разрубить. И с трудом находишь слова, чтобы твой ребенок тебя слышал, и вернуть доверие. Вернуть вот то понимание, что ближе, чем родные, чем твои близкие, не будет никого в жизни. Это очень сложно. Что вы сделали, чтобы вернуть это доверие? Изначально, так же кардинально, я поменяла школу. Это школа-пансион, где они стали жить, как мы когда-то, в лагерях летних, лагерях отдыха, когда мы уезжали без родителей. У нас была только группа воспитателей. Там есть психологи. Да, Сонечка об этом лучше знает, больше скажет. Они там постоянно под присмотром. Ты там не чувствуешь себя одинокой, скажи. Нет, в принципе. Я общаюсь со многими ребятами, с одноклассниками, людьми, которые у меня старше и младше. Помнишь первый год? Родители могут приезжать? Да, родители могут приезжать. Но первый год, я помню, как Сонечка, там забирают гаджеты, чтобы вы понимали. Они живут без телефонов. Они живут без телефонов и без всей этой ерунды, которая у ребёнка и забирают, вот эти соцсети, понимаете? И как общаться с ребёнком? Насколько они выдают телефон? Телефон забирают. Во время уроков у тебя нет телефона. Ты приходишь, показываешь, что у тебя в комнате порядок, что ты повесил форму. Тебе выдают телефон после этого. Потом у тебя есть час свободного времени. Потом дальше... Сделать звонки. Да. Лен, я понимаю, что не просто объяснять, почему твоя единственная любимая дочь живёт в пансионате в Обнинске и может приезжать домой только на один день в неделю. Но для Софии будет сюрприз сразу после рекламы. Её одноклассники и педагоги за кулисами. Встреча после рекламы. А также Ольга Бузова. Не переключайтесь. Искривление позвоночника на 43 градуса. Операция длилась в течение 6 часов. Наша съемочная группа отправилась в Мюнхен, чтобы поддержать Елену и поздравить Софию с долгожданной выпиской. Сегодня для тех, кто включил свои телевизоры, Елена рассказала, что ей пришлось пережить и до ухода на рекламу объяснила, почему её любимая дочь живёт в пансионате в Обнинске и может приезжать домой только на один день в неделю. Хочу сказать, что для Софии сегодня сюрприз. Её одноклассники Александра и Тимофей вместе с педагогом Борисом Ивановичем в нашей студии приехали себя поддержать. Встречаем их. Ну расскажите нам, Софии, как к звёздной девочке. Есть какие-то поблажки? Вы знаете, Соня это замечательный человек. Она душа класса. Я бы даже сказал, Соня эмоциональный лидер класса. К ней все обращаются ребята за поддержкой и она умеет поддерживать других ребят. Это действительно точно так. А что у вас в руках? Что это за журнал? Вы знаете, Соня, тебе большой привет от Натальи Владимировны, классного руководителя. И для того, чтобы ты не скучала, она тебе передаёт билеты по геометрии. Тимофей, Александр, скажите, ну а вы-то как скучали без Сони и как отреагировали на новость, что она делает такую серьёзную операцию в Мюнкене? У вас есть микрофон? Мы всем классом переживали. Мы держали кулаки за Соню. Каждый день о ней помнили. Да, мы, конечно, знали операции. Да, мы поддерживали Соню. Я думаю, что мы как-то сделали более плавным переход до операции. И она, можно так сказать, забыла перед операцией о том, что она произойдёт. И мы делали всё возможное, чтобы принести какую-то радость. Ну ты рада видеть тебя, ребят? Да, очень. Я их не видела уже месяц где-то примерно. И я очень по ним соскучилась, по классному руководителю, по учителям. Ну что, я рад, что они смогли сделать тебе такой сюрприз. Но вот здесь сказали, что носила такую мешковатую одежду, где всё скрывало. Амина Алиева, дизайнер, сегодня пришла сюда, чтобы сделать тебе сюрприз. Здравствуйте, Елена. И здравствуй, Соня. Я прониклась в твою историю. Очень много наслышано. И хотел бы пожелать тебе в первую очередь здоровья, счастья. Ты очень красивая девочка, милая, добрая. И хотел бы вручить тебя и тебе небольшой подарок. Спасибо большое. А что там? Ну открывай, смотри, что там. Что там? Что за красота там? Вау! Вау, красиво. Спасибо большое. То есть будет в чём пойти на экзамен по геометрии, я так понял. Да, да. Спасибо, спасибо. Да, Кальчик. Сколько я помню Леночку, мы вместе начинали летать тому назад. И так время быстро летит. И ты такая умница, что ты собралась, что ты взяла себя в руки. Тут концерт, о котором нужно было по контракту отработать. Я понимаю, что тебе пришлось пройти. Я хочу пожелать вам сил, единения, любви и взаимопонимания, потому что вы потрясающие люди. И хочу, чтобы в вашей семье появился достойнейший мужчина рядом. И он может появиться, потому что пока Лена находилась в Германии, по стечению обстоятельств, именно в Германии, живёт её бывший возлюбленный Виктор Вирц, который не смог приехать к ней в Мюнхен, чтобы поддержать её. Но сейчас, Соня, ты увидишь мамину любовь. Он здесь, за кулисами. И готов сказать, как он любит Лену. Вот это сюрприз. Ваша дружба и любовь тянут ещё из Санкт-Петербурга, когда Лена там училась. Да, это же... Это в прошлом веке было. Да, ещё... 1985 года, да. Вы сейчас женаты? Ну, почти. Нет, почти или вы можете делать предложение руки и сердца Лени сегодня? Нет, мне нравится это почти, правда? Мы с тобой познакомились, когда видишь, ты тоже был почти женат. Оказалось. Парманентное такое состояние. Ну, вы считаете, Лена изменилась вот с прошлого века? Она только красивее, да. Время её никак не затронет. А вы помните выступление Лены на конкурсе Ялта-Транзит-Москва? Да-да, конечно. Маленькая девочка с косичками, такая очень смешная, да, помню. Конечно. И Сергей Минаев, который брал у тебя интервью тогда. Давайте посмотрим те кадры. Внимание. Давайте, если можно, вы будете то-то самое делать, да, и отвечать на вопросы. Просто так бы не подошёл. Я её увидел живьём. Естественно, она сразу заинтересовала нас. И я предполагал, что она может выиграть этот конкурс. Она вообще производила впечатление девочке, которая уже не девочки на эстраде, потому что смутить её было совершенно невозможно. Скажите, оправдались ли ваши ожидания вот этого конкурса? Что вы ждали? Оправдались. Вы уже победили, да? Нет, оправдались, потому что я здесь. Она как бы своим интервью говорит, ну что, мальчик, не спрашивай, что тебе ещё надо? Я всё равно, я тебя всё равно переиграю. А это работа или всё-таки праздник этот конкурс? Это праздник. Она стоит и нежным, таким ласковым глазочком рассказывает, как она будет. А в глазах видно, что, конечно, она чертяга ещё там. А если ничего не получится и работы никакой не будет? Если никакой работы не будет, ну, во-первых, такого быть не может, я уже вхожусь и так же, как и все остальные ребята. Но дело в том, что всё-таки есть какие-то дни, которые запоминаются навсегда. Если учитывать, что, может быть, в этот момент она одновременно писалась в трусы, то она просто следами показывала. Ленусечка, ну как у тебя там в личной жизни? Ты счастлива? А чего ты спрашиваешь? Есть порох в пороховницах для того, чтобы продолжать сорить на сцене? М? А? Конечно. Как? А по-другому. Ну что ты ответишь Сергею? Есть ли порох в пороховницах? Или песок в песочных цехах? Слушайте, я... Есть у меня порох в пороховницах. Для того, чтобы вскрывать двери, брать города, новые города и создавать новые номера. София, а ты, мама, часто показывает тебе эти архивные кадры? Нет. Первый раз. Первый раз ты видишь маму в 93-м году. А на родине у мамы в Бресте ты была? Да, конечно. Я туда езжу каждое лето. Ну мы тоже там побывали. И давайте посмотрим. Там про маму знают все. Сейчас ты увидишь первую любовь мамы. Внимание. Это? Климу памятник. Это Климу. Да. Космонавт. У меня хороший вкус. Я с Леной в 1983 году при поступлении в Брестский музыкальный колледж. Что здесь находится новый зал. Очень красиво сейчас здесь. Раньше здесь были дискотеки. Были деньги, кому родители давали. Вот все в складчину. И садились. И кто-то кого-то кормил. Вот. Когда не хватало денег, Лена, как инициативный такой товарищ, она пробегалась по всему колледжу. Ей все что-то давали. И у нас опять получалась некая сумма. И мы могли опять покушать. Бывали и прогулы, занятий каких-то. Мы ходили в этот парк. Ну и так я сижу на этой лавочке, куда нас приводила Лена. Вот мы сидим здесь всей группой. А тут вообще замечательная фотография, подписанная дорогой Эночке, от мамки Бомки. Действительно, уже с первого курса Лену начали, ну, дали и такое прозвище Бомка. Наш выпускной альбом. Леночка, Лебенбамм. Вот вторая. Сверху. Отработав один год, а надо было два, она уже уехала в Ленинград и поступила в институт театральный. И только замужество могло, как бы, освободить ее от второго года отработки. Ей пришлось заключить фиктивный брак, и она привозит в Брест, ну, молодого человека. Осталась фотография с тех времен. Случались, наверное, около трех лет, все не больше. И, конечно, центром такого общения не могло не стать общежитие музыкального училища. Вот. И как раз вот это вот общежитие, к которому мы на сегодняшний момент подходим, и стало местом первой нашей встречи с Леной. Это вот он, то желтое здание, балкон на третьем этаже. Мы встретились первый раз. И, наверное, вот тут эта искра и проскакивала между нами. А я помню, что Лена у себя в доме и возле дома, и во дворе часто собирала ребят, которые увлекательно слушали Ленины рассказы, а еще она с ними стала какой-то рода постановки. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сашу Кувшинникова ты узнала? Да, конечно. Он на днях стал папой, у него родилась девочка. Так что... А скажи мне, а пионер-вожатую? Я лицо знакомое, я не могу вспомнить. АПЛОДИСМЕНТЫ Людмила Лычук, пионер-вожатая, сегодня приехала с подарками для Софии, чтобы познакомиться с твоей дочкой. Встречаем ее. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое. Я приехала с подарками. Вы знаете, узнав о том, что случилось с Соней, мы все переживали. Мы узнали из интернета. И настолько, ну, сочувствовали, что как это могло случиться. Девочка, которая выросла, ну, скажем так, на глазах некоторых в Бресте. Видели ее маленькую, красивую такую. Поэтому вот эти подарки, это, скажем так, витамины от наших брещан, от всех горожан твоей малой Родины. Спасибо. И мы желаем выздоровления, а витамины пусть будут на пользу. Спасибо большое. Спасибо. Вы же не только принимали Лену в пионеры, но и были соседями, да, по Бресте? Да, вы знаете, я жила недалеко, поэтому часто ходила мимо дома, в котором бабушка, дедушка, как зловенствующие, наверное, всегда были, и Лена прислушивалась к голосу бабушки и дедушки. Поэтому вот часто видела ее в окружении не только детей, но и в окружении семьи. Вот понимаете, мне хочется сказать, что такая была семейная идиллия. Но у нас есть сюрпризы не только для тебя, но и сюрпризы для Софии продолжаются. Я знаю, что ты очень хотела увидеть одну певицу и актрису и телеведущую в этой студии. Она не смогла здесь быть, но записала тебе свое видеообращение. Внимание на экран. Дорогая моя девочка, такая маленькая, такая хрупкая и такая сильная одновременно. Я восхищена твоей мамой Еленой Воробей, которая смогла внушить тебе желание жить, бороться. Я хочу, чтобы ты знала, что ты не одна. Я хочу, чтобы ты знала, что несмотря на тот ужас, через что тебе пришлось пройти, твоя жизнь только начинается. Это видеопослание я отправляю тебе для того, чтобы ты знала, что ты не одна. Я хочу, чтобы прямо сейчас прозвучали бурные аплодисменты в этой студии, чтобы мы все поддержали девочку, пожелали ей скорейшего выздоровления. И прямо сейчас для тебя, моя хорошая, мой маленький подарок, чтобы ты носила и знала и помнила, что у тебя есть весь мир, и ты его кумир. А миру нужен чемпион. Ты мой чемпион, София. Но в моей коллекции теперь будет не только платье, но и футболка от Оли, поэтому уж не знаю, в чем ты пойдешь на экзамен по геометрии, или будешь давать носить своим одноклассникам. Александр, скажите мне, все-таки вот вы как врач, который сейчас здесь, на этой программе, какой совет вы можете дать родителям, которые смотрят, у которых дети, у которых тоже могут быть проблемы со спиной, с позвоночником. Я хочу сказать, что сколиоз формируется уже с 4-7 лет. Уже можно заподозрить, уже можно увидеть первое начало. То есть родителям нужно быть крайне внимательными к позвоночнику своих детей? Я могу допустить, что при первой, второй степени, когда еще симптоматики никакой нет, ребенок ни на что не жалуется, можно просмотреть. Но к концу второй ребенок однозначно будет жаловаться. У него будет болеть спина, могут быть проблемы со стороны каких-то внутренних органов. Он будет жаловаться. Такого быть не может, чтобы у него все было гладко и хорошо. Поэтому будьте внимательны к своим детям, прислушивайтесь к ним и вовремя услышьте их. Друзья, все-таки, чтобы поднять настроение всем, давайте покажем одну из своих лучших последних пародий на Аллу Пугачеву, для того, чтобы хоть как-то напомнить, что ты не только мать, хэштег «Я же мать», но и чем ты занимаешься. Внимание. Для тебя моя семья, и для рекламы готова сняться в чем меня ради мамы. А свет любви неугасим, и я с надеждой зову тебя Максим, Максим. Кричу тебе Максим, Максим, верни одежду. А ты уже решила, кем ты хочешь быть? Скажи мне. Пока что нет. Но мама хочет, чтобы ты была кем? Кем. Кем. Хорошим человеком. И все. Ну что, мы ждем новых выступлений Лены, мы ждем ее, и я рад, что все-таки этот месяц вас так сблизил, и вы настоящие-настоящие бойцы, дали пример того, как нужно выходить из трудных ситуаций вместе. Друзья, на сегодня все. Сейчас 60 минут. Ольга Скобеева, Евгений Попов. Берегите себя и своих близких. До свидания.